Усим привет! Для начала новость про такой вот фонд Рюриковича от Роства Августа Кесаря, про который я узнал вот в сентябре в начале. Сразу же полез проверять, конечно, по Игрюлу, выписку скачал. А на днях в комментариях увидел новость, что закрыли этот фонд. Вот 23.11 я скачал, то есть позавчера. Смотрим. Вот видим наглядную разницу. Сведения об учете. Что дата постановки в 2004 году была. Внесение в Игрюл записи в 2009 году было. И 20.11, значит, была ликвидация некоммерческой организации по решению суда. Номер дела не указан. Управление федеральной налоговой. ИНН остался без изменений. Что послужило этому судебному решению? Как оно проходило, никто ничего не знает. Очень мне было бы интересно, кто заявил, какие были документы в деле. Очень бы я хотел почитать, потому что такие суммы просто так не пропадают. Напоминаю, 750 квадриллионов рублей. Как говорится, все надо проверять. Так, вот копируем. Тут вот Александр пишет, что файл PDF недоступен для скачивания. Ну-ка посмотрим. Да нет, вот скачался. Кстати, он скачался с тем же именем. То есть он открывается уже в прошлый, который предыдущий я скачивал. Так, а если в даунлодер его закинуть? Игрюл этот. Да нет, он зеленый. Все ок. Да, консоль пишет, что все нормально. Файл на месте. Раздача. Сейчас. Да, прикиньте, что. О как. Рами-то мне страйк на канал кинул. Видео удалено. Банковские аферы. О нарушении авторских прав. Какие я там авторские права нарушу? Непонятно. Да, прикольно. Будем сейчас встречку писать. Самое безобразное вот в этом вот всем, то, что удалили мне ролик, это что я не могу никак нигде увидеть, за что они именно зацепились, какие авторские права нарушены. Вот это мне непонятно вообще. Так, сейчас надо подзакрывать все вкладки. Поэтому показываю вот все ссылки, то, что я раме раскидал по всем соцсетям. Так, разгружаемся. На Вимео, конечно же. В трех категориях. Это у нас на Рутюбе. Это на смотри.ком. Странные тут комментарии. Переводы строк тут игнорируются полностью. Все в кучу. Рекламы, конечно, вагон. Ну и на Твиттере тут такая забавная нумерология была, что это я на смотри.ком как раз записал тысячный твит. Так как удалили видео с канала, соответственно, не видны теперь и комментарии, потому что на страницу ролика перейти нельзя. Поэтому я разошлю всем авторам их комментарии, чтобы они в новом ролике повторили, который я позже перезарью, вырезав оттуда то, что копирайту подлежит. Я так и не понял, что вырежем Рами. Рами вырежем. Ну и попробуем повторить все эти дискуссии на новом видео. Ну или просто я туда скопирую. А, ну да, отдельным сообщением. Все диалоги в каждой ветке. Вот такую вещь увидите, когда перейдете на страницу с видео. Партнерка Аир. На странице видео самого Рами тут 300 комментариев. Всем, каждому комментатору в каждую ветку я разослал свои сообщения. Я по этому видео сделал полный разбор его вранья. Но подлец с Рами через партнерку Аир страйкнул меня и удалил это видео. Иногда он про меня говорит видео. А еще друг зафрендился. Теперь я загружаю его на другие хостинги. Вот на ВК ссылка. Чтобы пробел тут надо убрать. Подписывайтесь. Я делаю расследование по банкам и объясняю, как вводились эти схемы в выпусках. Банковские аферы. Можете поиском всегда найти мой канал. Подписывайтесь. У меня много материала в обработке, рендеринге, монтировке. Боже, храни мои нервы. Я, наверное, сниму отдельный ролик, как это все выглядит на моем компе. Когда прокручиваешь ползунок таймлайна и тормоза секунд на 20, на 30, звук заикается, видео трясется, компьютер лагает, мышка даже не двигается. У Рами-то интересные вообще видосы. Что такое НДС? Почему увеличение НДС? Это хорошо. Казачок-то засланный. Видимо, на молодежную аудиторию работает. Фон, конечно, розовый решает. Тут, если по статистике посмотреть, наверное, 60% девушек будет из просмотров. Ну, лайков точно. А ну-ка, статы мы посмотрим. Ну, хотя статы надо в самом начале, когда видео загружено, включать, чтобы было видно накрутки. Раз за ним статистики не ведется. Ну, да, статистика не велась на него. Инфа не собиралась, ладно. Есть у нас еще такая статистика. Так, как росло количество просмотров. Ну, в принципе, да, плавно. Ничего, накрутка вроде не видно. Еще и подписались. И поделились. И поделились. Ну, первое время, да, видно такой подъемчик. А потом, как-то люди распробовали все, что впихивал им Рами. И что-то, блин, кто мог подумать, тот подумал, что что-то невкусное это. Рами хотел нас что-то... Как он... Как ты Рами говоришь? Это нехорошее слово. Ну, тут у нас с айди и рором еще дискуссия состоялась. Надеюсь, это сохранится все. Очень советую почитать. Тут по кодам рубля он сообщает вообще феноменальные вести, что пять видов рублей есть у нас. Серб, Серб тут вот еще добавил интересное сведение. Ну, как он это видит про коды. Нам лайк, а Рами большой минус. За потворство нарушений действующего законодательства. Да-да. Где она... И те коды, и эти коды. Все одно и то же. Видео, как залью, будет 555-е. Такая нумерология.